Баттлборн А, так это моба? Все ясно, отбой. Карамышев, Денис, выйти из строя? Да, я вот именно что выйду из строя, если к трудностям перевода докину мультиплеерный шутан, который придется задрачивать полсотни часов. Но так ты совсем можешь не задрачивать? Не могу, это выше меня, оно не поддается контролю, поэтому нет, прости. К тому же, я так понял, это все-таки сетевой шутан, я бы даже сказал анти-шутер, так что пусть кто-то по этой части займется. Да чего вы за люди-то такие? Ладно, Саша! Да. Как тебе перспективы сделать обзор Баттлборн? Эээ, бесперспективно, я еду смотреть анонс новой Бэттлфилд как раз в это время. Ну может ты Игоря попросишь? А Игорь едет таскать чемоданы и видеокамеру и у меня. Это ж новая батла, Глеб, ну какой Баттлборн и что это вообще? А, слушай, попроси кунгурища, он на распределение материалов какой-то был совсем тихий и ничего не просил. Точно, Димон! А? Что? Борду любишь? Ну так, это тупая мода на бороду. Я не брился, когда еще это не было мейнстримом. К тому же до сих пор с длинной не хожу, потому что... Ну а ты чудненько, иди делай обзор Баттлборн. А че это вообще? Мое с Баттлборн общение началось как с той вашей девицы из клуба. Очухиваешься утром и не понимаешь, что за неведомо зверушка тебе досталась. Короче, я в затруднительном положении, ведь не силен в сетевых шутерах. А тут еще какие-то ребусы. Игра выходит до Overwatch, но ее все зовут клоном Overwatch. Ай, хрен с ним. Я писал обзор клавиатурного тренажера и караоке. Здесь тоже что-нибудь придумаем. После первого получаса знакомства я понял вот что. Мир Баттлборн хорош. Тут вовсю идет конец света. Астрономические часы галактики исчерпались, и она ужалась до размера одной единственной звезды. Разумеется, к этой звезде ломанулись все сознательные формы жизни и, конечно, тут же передрались между собой. Эту бойню игрокам и предстоит симулировать. Собралось 30 героев, принадлежащих к пяти разным фракциям. Милитаризированные вояки, люди-грибы, аристократичные злодеи и пингвин в огромной металлической хреновине. У Gearbox всегда было хорошо с умением рисовать очаровательных идиотов, и на этот раз чувство стиля им не изменило. Сражаться предстоит в четырех сетевых режимах, оценить которые я, похоже, все равно не в состоянии, потому что ни черта не понимаю в этих ваших мобах. Так, спокойствие. Мне нужен совет человека, который действительно умеет решать проблемы. Вы просто начинаете. Без паники решаете одну проблему. Так. Затем другую. Ништяк. Спасибо, Мэтт. Привет Бену Афлику. Battleborn делится на четыре части. Сюжетная кампания, сетевое мочилово с захватом точек и две моба вариации. Ну уж как минимум сюжетную кампанию я смогу осилить. История с самого начала не пытается блестеть округлостями. Есть свои и чужие. Хорошие и плохие соответственно. Команда героев, избранных из списка персонажей по абсолютно рандомному признаку, летает по ближайшим планетам на корабле и выполняет не связанные между собой миссии. Разнообразие задач высокое. Смотрите, вот мы обороняем ходячую говорящую библиотеку. А вот прорываемся в тюрьму, чтобы вызволить нового героя. Здесь мы с друзьями проводим уникальный научный эксперимент. Короче, в мире Battleborn решение любой проблемы – это пальба по всему, что он напрашивается. Каждое сюжетное задание – это не более чем набор арен, где вам нужно то защищать, то отбиваться, то валить боссов. По дороге вы собираете опыт и деньги, на которые можете строить турели, чтобы играть по тактону. Авторы стараются внести разнообразие, но механика не дает им такой возможности. И все потуги создать интересную ситуацию все равно скатываются в Мочилово. Это было бы слишком скучно, если бы не работа сценаристов. Герои прописаны настолько удачно, а отыграны настолько мастерски, что закадровая болтовня действительно развлекает. И если бы не это, я бы убил Battleborn, несмотря на логическую невозможность такого действия. Проходить миссии в одиночку не получится. Это долго, скучно и тяжело. Поэтому, если у вас нет друзей, то путь лежит в открытое лобби. А там, как известно, тимплей очень сомнительный. Есть у сюжетки и еще один менее очевидный недостаток. Задание кампании можно проходить в любом порядке, но чтобы открыть доступ к финалу, вам понадобится завершить все 7 миссий. И знаете в чем фокус? В лобби выпадает только 3 варианта задания, из которых коллектив выбирает нужное. То есть, когда я хотел добить уже оставшегося диверсанта, чтобы идти к финальному боссу, мне пришлось по 4-5 раз перезаходить, выжидая все 10-минутные загрузки. То есть, авторы как бы намекают, здесь у нас не про историю, а про геймплей. И не выпендривайся, карты все равно все по сути одинаковые. И я бы даже с этим согласился, но геймплей не настолько хорош, чтобы перепроходить уровни просто ради удовольствия. Как можно было, например, в Destiny. Игра на тактильном уровне недостаточно хороша. Как сейчас модно говорить, стволы пластмассовые, а на консолях еще и прицеливание не ахти, в сравнении с, например, Destiny. Еще крайне неудачное решение то, что каждый второй герой предпочитает рукопашную. От первого лица угол обзора не какущий, вести грамотную тактическую игру с таким ракурсом камеры просто невозможно. Ну, благо, хотя бы героические обилки перевешивают обзор за спину персонажа. Кстати, об обилках. Законы прокачки одинаковы для всех режимов игры. Каждый раунд вы двигаетесь с нуля до максимального десятого уровня, каждый раз выбирая один апгрейд из двух доступных. То есть, тоненько подстраивая билд под собственный стиль. К чести авторов, варианты прокачки, да и сами герои, очень разнообразны. Абсолютно каждый персонаж управляется уникально. Вы не найдете двух принципиально одинаковых героев. Даже если это два наемника, то один будет стрелять от бедра, а другой короткими очередями по три патрона. Количество жизней, подвижность, скорость, все это варьируется в широких рамках и позволяет подобрать кого-то себе по душе. Когда раунд заканчивается, вас окунает в пучину таблиц, меню и цифр. Растет уровень вашего собственного профиля, растут индивидуальные уровни персонажей. Выполняются задания, открывающие скины, новые варианты прокачки или бог весь что. А в специальном хранилище вы сгребаете тысячи предметов из кейсов. Инвентарь это странная замена магазину. Выбив крутую штуку, вы должны сначала положить ее в набор из трех предметов, потом активировать этот набор перед раундом, а потом уже купить на заработанное во время раунда бабло. Очень много суеты и очень мало выхлопа. Меняет ли что-то 5% прирост к урону? На профессиональном уровне с прошаренными тиммейтами может быть. А в рядовом замесе даже золотая шмотка на плюс 200 жизни всем друзьям не оказывает видимого эффекта. Фу. Ну, Мэтт Дэймон, пока все идет неплохо. Спасибо. Сюжетная часть игры смешно шутит, показывает два очень крутых ролика и изо всех сил пытается казаться взрослой. Но это, конечно, не больше, чем обучение всем механикам. Весело, видимо, будет дальше. Ну что, пошли в первый самый простой сетевой режим. Это обычная война за три чекпоинта на тесных локациях. Как раз попытка выйти на поле Overwatch и попытка, на мой взгляд, жутко бестолковая. То ли я хороший игрок, что, конечно, сомнительно, то ли добрая половина героев не предназначена для PvP. Бедных лекарей и снайперов карают только в путь. Классам поддержки здесь делать просто нечего, а на картах слишком мало тактических возможностей. Второй режим выглядит интереснее. Аналоги переплавки, может, где-то и были, но формат, как минимум, не такой заезженный. С двух сторон карты начинают движения миньоны, которых нужно сопроводить в специальную ловушку на стороне противника. Где-то посредине пути маршруты команд пересекаются и... И, короче, это почти обычная дота, но крипов нужно оберегать и брать удар на себя. Вот здесь весь заложенный в классах потенциал начинает раскрываться, потому что просто бить всех подряд становится недостаточно. Поддержка лихо расшвыривает отряды вражеских мобов и становится одной из самых важных ролей в команде. Те, кто зарабатывают деньги, начинают строить защитные турели и ускорители, а те, кто не любит строить, идёт ломать всё то же самое на вражеской базе. И хотя вам всё равно придётся неистово сваливать при виде половины героев, особенно рукопашных, всегда можно найти себе занятия на поле боя, помимо драки на передовой. Ну, ладно, этот момент настал. Пора мне первый раз в жизни взяться за мобу. Я, знаете, готовился и понял, что самое важное в жанре это тимплей. И если ты рак, то старайся хотя бы не мешать остальным. Нет, вы посмотрите, я его на помощь позвал, а он уже обзывается. Нет, это я мысль доношу. Всем привет, меня зовут Денис Карамышев, и вдвоём-то мы точно всё справедливо раскидаем. Давай так, я задаю пять вопросов, и сколько в итоге наберётся галочек, настолько игра и потянет. В двух словах, нужна свобода выбора перса, чтобы контрить особо злостных нюкеров, к примеру, или мут вешать на прокастеров перед тимфайтом, а влетать в него со стана по АОЕ, и вообще для динамики неплохо было бы в игре дисейблов различных иметь побольше, да чтобы в дисбаланс это не уходило. А ещё, чтобы прокачка во время сессии не ограничена была всякой чушью бесполезной, а хоть немного интересного там имелось, вроде баши или прочих контактных эффектов. Понял? Да. Ладно. Первое. Для мобы важен баланс между классами. Причём не такой, чтобы любой персонаж мог один на один завалить любого персонажа, а чтобы в команде была синергия. Если есть чёткое разделение по классам, то далеко не каждый саппорт должен с лёгкостью убивать танка, а упор идёт именно на командную работу. Абсолютно. Деление на классы есть, и вечно появлялась какая-то тварь от которой мне было очень больно. И да, отсутствие медика в команде это провальная затея. Нормально, здесь зачёт. Внутри классов персонажи уникальны? То есть, насколько различаются обилки двух медиков, и сильно ли это влияет на геймплей? Тебя ещё не было, но выше я это уже рассказывал. Да, все персонажи самобытные, ко всем нужно привыкать по-новому. Ещё одно. На карте есть взаимодействие с окружением, есть чем заняться помимо изничтожения крипов, и влияет ли подобный подход на исход матча? Где-то в углах спрятана пара троллей, но они очень толстые, и я не замечал, чтобы к ним кто-то ходил. Поэтому, возможно, это не так уж и полезно. Но вот что занимало меня, так это сбор бабла, покупка наёмников, установка турелей и диверсионное разламывание вражеских башен. А больше делать точно нечего. Считается? Предположим. В чистой мобе должна быть свобода прокачки за счёт количества покупаемых предметов, или перков, или умений, или чего бы то ни было. Иначе реиграбельность нулевая. Всё есть. Прокачка героя осуществляется на протяжении всего раунда, и раза с третьего ты начинаешь наперёд планировать, как лучше развиваться. К тому же, чем больше играешь за персонажа, тем больше у него открывается дополнительных мутаций. То есть выбор иногда можно делать уже из трёх перков. Инвентарь тоже есть, но вынесенный в главное меню и по-настоящему заметного эффекта не оказывающий. Или я просто нуб. 200 хп союзникам незаметный эффект? Конечно нуб. Так, всё, пошёл нафиг из моего видоса. Стой, стой, ещё кое-что. Шутерная механика не мешает играть вообще? Шутерная мешает не меньше, чем рукопашная. Например, если тебе нужно атаковать на определённой площади, то приходится целиться в точку на поверхности земли. И геометрия за девятый класс подсказывает, что это, блин, чертовски сложно сделать, не забравшись повыше. Поэтому очень часто атака пролетает мимо. Возможно, проблема чисто консольная, но это проблема. А вот широкий удар вокруг себя работает плохо и на ПК. Ты думаешь, что вокруг месиво, а на самом деле просто слишком плотно подошёл к паре крипов. Ну и главный вопрос. Интересно ли тебе в это играть, как человеку далёкому от моба игр? Ощущаешь себя частью команды? Или в роли волка-одиночки получаешь удовольствие от набиваемых фрагов? Чувствуешь грамотную проработку сетевого командного рубилова? Ну, играть однозначно весело, особенно с теми героями, с которыми мне комфортно. Но проблема в том, что ту же дотку все нахваливают за уникальные ситуации и неповторимость каждого матча. А здесь я такого не заметил. Каждый раунд более-менее одно и то же. Поскольку обзор надо делать в сжатые сроки, я совсем не уверен в том, когда мне эта репетативность надоест. Ну, значит игре ещё предстоит выдержать проверку временем. Может ли она зацепить на тысячу-другую часов раньше, чем через тысячу-другую часов, сказать сложно. Но четыре плюсика вроде как игра заслужила. Хотя я сам не играл, и если что, это не я виноват. Всё, пошёл дальше в Сидж играть. А я остаюсь один на один с вердиктом, и пора суммировать всё вышесказанное. Battleborn – хорошая игра и худший пример того, как разработчики могут расфокусировать собственное внимание. Компания хороша на уровне диалогов и персонажей, но геймплейно – это репетативное и монотонное месилово. Мультиплеер с захватом точек вообще не работает. И только моба стоит достаточно уверенно, если верить критериям Харамышева. Но даже здесь игре не хватает лоска от полированности и изящества. Она не очень далеко стоит от высокобюджетной фритуплейки, но в тех хотя бы есть контент. А здесь – по две карты на режим или немногим больше. Главный вопрос игре – зачем? Как та девица из клуба, она старалась понравиться всем подряд, а в итоге ей и предложить-то оказывается нечего. Пару вечеров провести не зазорно, но длительные отношения с такими ветренными особами не срастаются. А именно это для подобного жанра важно. Я получил удовольствие от Battleborn, но умышленно занижаю ей оценку на правах субъективного «не рекомендую к покупке». И вообще, слушайте текст, а не смотрите на оценку. До связи на стоп. Game.ru Субтитры сделал DimaTorzok